Самая главная ошибка начинающего мастера – это договор, точнее его отсутствие. Ведь в нем содержатся такие важные пункты, как точная стоимость, размер предоплаты, сроки изготовления, чертеж, условия доставки. Если эти пункты не будут отражены на бумаге и согласованы с обеих сторон, могут возникнуть непонятные казусы, проблемы и даже конфликты. Бывает такое, что общаясь с заказчиком, вы называете ему стоимость – 1000 рублей. Но ввиду высокоактивной мозговой деятельности, он просто-напросто, выходя из вашего цеха, запоминает цифру в 100 рублей. Почему он ее запомнил? Неважно. Он ее просто запомнил. Вы выполняете заказ, звоните ему, он приезжает, вы говорите – 1000 рублей. А он вам, так бы вожи 100. В итоге начнется разбор полетов и к чему это приведет? Возможно, к тому, что он просто-напросто откажется от заказа или отдаст вам 1000, но в любом случае это будет неприятная ситуация. Следующий пункт – предоплата. Он очень важен. Я считаю, что предоплата – это самый важный пункт в договоре. Размер предоплаты вы устанавливаете самостоятельно. Лично мы берем ровно столько, сколько нужно для того, чтобы закупить материал. Почему? В случае, если заказчик по тем или иным причинам откажется от заказа, то вы, как минимум, не потеряете свои деньги. Вы вложите его деньги в этот заказ. Единственное, что вы потеряете – это свое время на его изготовление. Следующий немаловажный пункт – это чертеж. Лично у меня была ситуация, когда из-за несогласованного чертежа наш конфликт дошел до блатных разборок. Не пренебрегайте чертежом. Даже если вы потратите на него 2-3 дня, сделайте его и согласуйте с заказчиком. Следующий важный пункт – это условия доставки. Если вы не обговорите сразу, как клиент будет забирать свой заказ, приедет сам, или вы отправите, или вы отправите, а он оплатит. То есть эти все моменты нужно сразу обговорить. Иначе может получиться казус. Вы отправите, сказав водителю, что оплатят на месте, а заказчик откажется платить водителю, и начнется конфликт, который, я вас уверяю, никому не нужен. И это лишь основные пункты, которые необходимо отразить в договоре. Также вы можете указать туда условия возврата предоплаты в случае отказа, или невозврата предоплаты в случае отказа. Я считаю, что это очень важный пункт. В общем и целом, я скажу так. Без бумажки ты какашка, а с бумажкой человек.